Работа контролёров общественного транспорта важна и нужна, ведь каждый оплаченный билет – это гарант того, что брестские автобусы и троллейбусы будут вовремя ремонтироваться и обновляться, а водители получать зарплату. Прежде всего, ревизоры проверяют наличие у пассажиров проездных билетов или других документов, подтверждающих право на проезд. Если у человека нет такого документа, контролёр может применить к нарушителю штрафные санкции в соответствии с законодательством. На сегодняшний день в городе Бресте работает контрольно-ревизорская служба, как в городе, так и на пригороде. Пассажиры, которые не оплачивают проезд, попадаются нам довольно-таки часто. За месяц это порядка 400-800 безбилетных пассажиров. В основной своей массе пассажиры являются людьми среднего возраста, которые либо не имеют при себе денежных средств и заведомо, заблаговременно не собирались оплачивать данный проезд и осознанно шли на этот шаг. У нас есть категория граждан, которые попадаются нам дважды и более раз. Уже, мы будем говорить так, знаем их почти в лицо. Поэтому это где-то порядка 20-30 человек, которые знают как нас, так и мы их знаем. Но к ним также применяется штраф такой же, как и при первом правонарушении. Здесь повторностей нету. Но, тем не менее, к данным гражданам, естественно, уже более внимательное отношение при разбирательстве с ними. А на улице Мецкевича уже вовсю идёт проверка. За два часа работы контролёры поймали четырёх безбилетников. И некоторые из них не унывают, ведь всякое в жизни бывает. Я просто вижу, взял талон и посмотрел, что он не пробит. Ну, бывает такое. Раздвиг по фазе, старостная радость. А вообще, по-настоящему идёте проезд? Постоянно, конечно. Я мало когда езжу, понимаете. Я на заказном автобусе езжу, понимаете. Но и бесспорно ситуация не обходится. Так, в июне этого года на Брещанина контролёрами было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины за безбилетный проезд в городском автобусе. При изучении ситуации было установлено, что сын заявительницы был ранее признан недееспособным и, конечно, не подлежит привлечению к административной ответственности. Такая неприятная ситуация не произошла бы, будь у мужчины при себе положены для бесплатного проезда документы об его инвалидности. Ситуация была такая, что инвалид второй группы, он имеет психическое заболевание и у него явных и внешних признаков инвалидности абсолютно нет. Он, ну, будем так говорить, как обычный человек внешне. При нём не было документов, удостояющих право на бесплатный проезд, поэтому контролёр принял решение о привлечении данного гражданина к административной ответственности. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать, как и в случаях со школьниками, так и вот до данного случая, огромная просьба. Согласно правилам пассажирских перевозок, пассажир, имеющий право на льготный либо бесплатный проезд, должен иметь при себе оригиналы, подчёркиваю ещё раз, оригиналы документов, дающих ему на это право. И если пассажиры будут иметь при себе эти документы, таких спорных ситуаций, у нас с вами не будет. Не стоит забывать горожанам и о нормах поведения в общественном транспорте. Уступать место нуждающимся, соблюдать порядок и чистоту, не общаться слишком громко, дабы не нарушать спокойствие других пассажиров. А недавно в Брестский госполком обратилась Брещанка с просьбой напомнить школьникам снимать сумки и рюкзаки с плеч, чтобы случайно не навредить соседу. Сталкивались, сам сталкивался, просил взять рюкзак в руку. Как отреагировали? Нормально отреагировали, взял молодой человек в руку в рюкзак. У нас пьяный пассажир безбилетный был, он начал дебош, вызвали наряд милиции. Пока он с нами спорил, приехал наряд милиции, дальше он в принципе себя начал вести спокойно. Когда наряд милиции, намного спокойнее начинают себя вести люди. Оплатить общественный транспорт можно сразу несколькими способами. Купить билет в киоске или у водителя непосредственно в транспорте, а также посредством сервисов «Оплати Беларусьбанк». А уже скоро появится и еще один вариант. Для удобства пассажиров Брестского общественного транспорта нами приобретен билетомат, который будет установлен на одной из остановок города Бреста. И пассажиры смогут приобретать билеты в любое удобное для себя время, а также разновидность билетов будет как разовая, так и проездные билеты на определенное время, либо на определенное количество поездок. Оплачивайте свое время на проезд и пользуйтесь общественным транспортом с удовольствием. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.